Всем салют! Сегодня будем препарировать бас-гитару. И сделаем звук из вот этого. Ну а если тебе нравится это видео, подписывайся, ставь лайк, а мы погнали! Итак, я выбрал маленький музыкальный фрагмент. Давайте послушаем, как он звучит. Скажу сразу, бас списался в линию, без всяких там преампов. Это джаз-бас с новыми струнами. Играется медиатором. В принципе, звучит хорошо. Вот отдельно, если мы послушаем. Ну такой достаточно плотненький звук. В принципе, мне все нравится, но можно сделать лучше. Нет ощущения комбика, нет ощущения комнаты. Что же с этим можно сделать? Итак, я работаю с импульсами в программе Two Notes Torpedo Wall of Sound. Я уже не помню, как она мне досталась. Но, тем не менее, пока что я для себя не вижу лучше никаких других агрегаторов, которые могут читать импульсы лучше, чем эта программа. Почему она мне нравится? Потому что здесь есть возможность добавлять несколько импульсов сразу. То есть можно нажать кнопочку Add, и у тебя появится уже четыре слотов, которые ты можешь добавить. Потом еще Add, и у тебя появится шесть слотов и так далее. На каждый слот здесь, если мы выбираем, здесь применяются преампы какие-то местные. Там можно их выбрать. Вот в это окно само загружается импульс. Мы можем с этим импульсом уже что-то делать в этом окне. Дальше у нас есть эквалайзер, мы можем накрутить что-то. Это эксайтер, то же самое, компрессор, там, реверб и так далее. Все это на один слот. Дальше мы переходим к другому слоту, и все начинается заново. Итак, как я работаю с импульсами? Сначала я загружаю основной импульс, который снимает динамик, ребро, или там я посмотрю, поищу, что именно. Дальше я загружаю в другой слот микрофон, импульс микрофона, который снимает комбик сзади, подмешиваю к основному. Дальше я загружаю, если понадобится, импульс, допустим, саб микрофона. Дальше подмешиваю его, загружаю еще импульс твиттера, который снимает вверх бас-гитары. И последний я загружаю импульс, который снимает комнату. Он моно. Сейчас покажу, все станет понятно. Итак, первый импульс. Мы выбираем слот, с которым мы будем работать. Отключаем вот этот второй слот, чтобы он нам не мешал, потому что по умолчанию здесь стоят некие свои пресеты, гитарные и так далее. Мне нужно выбрать директорию, папку, с которой я буду загружать импульсы. Она уже у меня вот здесь выбрана. Так, вот она. Да. Теперь загрузим. У нас несколько импульсов. Я буду использовать 410 Ампек, потому что это классический такой камбарь, вернее акустика, которая дает вот такой вот правильный звук. И в первый слот я загружу микс микрофонов, которые снимают один и тот же динамик практически в одном и том же месте. Туда входит по описанию 57-й и, по-моему, 121-й. Ну, давайте послушаем, как стал бас звучать. Так, а было? Уже. Уже хорошо, да? В принципе, на этом, наверное, многие останавливаются. Но мне этого мало. Я загружаю во второй слот. Выключаю первый. Загружаю во второй слот. Еще один импульс. На этот раз это будет порт. То есть микрофон, который снимает сзади комбика звук. Он характерный, он гнусавый, но в сочетании с первым импульсом он будет давать нам такое тело, прям хорошее. Мне очень уже нравится. Здесь есть уже и тело. В принципе, все в порядке. Не буду я загружать саб, который импульс есть. Мне достаточно низа, который дает мне микрофон сзади комбика. Поэтому я хочу немножко вверха. И я сюда добавлю твиттер. Импульс твиттера. Нажимаем кнопочку Add. У нас появляется еще два слота. Так, выключаем четвертый. Выключаем первый и второй. Переходим к третьему. Выбираем наш твиттер, где он лежит. Файл. Где-то здесь. Твиттер нашей акустики – это маленький высокочастотный динамик. Поэтому сигнал у нас только такой верхастый, лязгающий. Его немножко я разгоню при помощи компрессора. Подожму. И подмешаю ко всем остальным микрофонам. Ну вот, бас уже становится ярким, лязгающим. В принципе, интересно. Дальше, наверное, последний штрих. Я загружу в четвертый слот комнату. Опять же, выключаю, чтобы слышать разницу. Все остальные слоты. Выбираю папку, где у меня лежат комнаты. Такой глуховатый моносигнал. Давайте послушаем, что было до, без этих четырех импульсов. Уже хорошо, правда ведь? Ну, в принципе, тоже, наверное, можно было бы остановиться на этом. Но мне не хочется. Давайте послушаем, как это звучит все с барабанами и с музыкой. А теперь без. И да, я практически после этих манипуляций не делаю никакую эквализацию бас-гитаре. Практически. Мне нравится все, что здесь звучит. Если мне надо больше верхов, я добавляю больше твиттера. То есть файл, который импульс отвечает за верх. Если мне больше низов нужно, я, может быть, добавлю еще микрофон импульс саб, который снимает прямо с самый низ. Если мне не хватает серединки, я, возможно, самый основной микрофон подыщу другой. Может быть, загружу там какой-то 57-й. Может быть, там еще из списка выберу. Но стараюсь эквализацию вообще не трогать. Импульсы все сняты с одного и того же комбика. Да, немножко другими микрофонами, но снято все в одну и ту же карту, то есть в одной и той же студии, чтобы не было никаких перекосов по звуку. Но даже после этих манипуляций я считаю, что нужно поработать немножко с объемом. Вот хочется подгрузить, допустим, бас, да, и добавить еще немножко, какой может быть, стерео, расширить его. Что я делаю? Вы не поверите. Я открываю связку, которая работает всегда. Я сталкивался с этой связкой бас-гитары и гитарного комбика на живых студиях. Мы так писали не раз, и это работает. Я дублирую трек. Выкрашу его красивенько в оранжевый цвет. Все же должно сочетаться. Да. И загружаю оранж комбик. Давайте отдельно послушаем, как он звучит. Эти кодекса менюстика. Эти кодекс. Эти кодекса меню. Эти кодекса. Ну, такой гундосый, немножко подкранчивый, такой подгруженный звук. Но я добавляю сюда ещё комнаты максимально. Вот такой ушлёпский, раздолбайский звук мне нравится. Теперь мы этот звук будем подмешивать к нашему основному, который мы уже настроили, с импульсами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это ж по-другому всё заиграло. Совсем другое дело. Давайте без него попробуем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Дайте два, заверните. Так, дальше я эти два трека опускаю в группу. Мы их немножко сейчас подожмём. Семь с шестым, естественно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте послушаем бас без всех этих манипуляций. Как он у нас был до. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, подытожим. Импульсы, добавочный трек Guitar Rig и получился достаточно плотный, смачный, такой жирненький, лязгающий бас. Попрошу заметить, никакую эквализацию я не делал, только на шину группы бас-гитары бросил немножко компрессора. Всё. Я надеюсь, вам понравилось это видео, было оно, наверное, полезно. Если да, пишите, будем дискутировать, что вам интересно, ну и так далее, так далее, так далее. Ещё увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!